Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поиск, идеи, открытия, талант, память, вдохновение Год культуры России У меня ощущение, что существует некая тайна. Почему люди так действуют? Некая загадка. Все это предупредено чем-то потусторонним. Да? Называть это судьбой. Но нами что-то руководит помимо нас. Помимо нас. Оказывается, вот в этой спирали ДНК записана вся судьба человека. И в принципе, если для ДНК взять, вынуть один кусочек и вставить в другой, судьба будет изменена. Но вынуть невозможно. Все записано там. Кто это записал? Эволюция? Да нет. Кто-то это определяет. Для чего-то каждый из нас существует на этой земле. Вы знаете, что такое эзотерика? Психоанализ? Нет. И никто здесь не знает. Я составлял психологический портрет и, по возможности, прогноз на будущее. Зачем? Вас не интересует будущее. Конечно. Ведь у вас его нет. Я думаю, ты сумасшедший. Нет. Я умею видеть. Хоть и слепой. Странно. Ну, я просто про свою судьбу могу сказать, да? Я москвич. Родился и воспитывался в Москве. В 56-м году я уехал из Москвы в Ленинград, потому что жена была ленинградская. Мы поехали в Ленинград. Три года отработали в Театре Ленинградского комсомола. И довольно успешно. Я все время мечтал о Москве. О Москве. Потому что это моя родина. Я очень люблю этот город. Я люблю свой двор на покровке своих родителей. Избу нашу в Ходькове и так далее. А там я чужой совсем. И вот-вот-вот, казалось бы, уже вот мы должны вот уехать обратно в Москву. И вдруг приглашает Георгий Александрович Товстоногов. Замечательный театр, который он создает. Я остаюсь там и всю свою жизнь провожу в этом театре. И понимаю, что я уже, конечно, в Москву никогда не вернусь. Жительным, а только буду наездом. Кто это определил? А если бы я не встретил Товстоногова, я не знаю, что бы я был за артистом, был ли бы я артистом. И я стал тем, что я сейчас есть. Был бы я таким? Нет. Может быть, со стороны я плохой артист. Может, я кому-то не знаю. Но я такой. Я такой, каким меня создала природа. Почему? А потому что вот так как-то распорядил. В 45-м году мы с моей бабушкой приехали в Ленинград. И мне этот город произвел странное, болезненное впечатление. Дома все были черные. Вот все дома, фасады, черные. Видимо, от дыма буржуек, от всего этого, закоптелы. Ноги, окна забиты. Сейчас за моей спиной Исаакиевский собор. И вот мы в этот собор пошли. Меня до сих пор поражает. А был июль месяц. И было жарко очень. Двери были открыты. И из них валил пар. Вот знаете, вот как из трубы дым валит. Вот оттуда пар валил. Вот как будто эти вот девятьсот блокадных дней и ночей морозных оттуда выходили. Вылезала эта страшная вот душа блокады. До сих пор я это помню. Вот это вот такие первые впечатления от этого города. И еще бабушкина сестра, к которой мы приехали, она сидит за столом, чай попили, уже все убрали, ничего на столе нет. Она сидела, все время делала так. Крошки собирала и ела. И я понимаю, что это происходило от того, что в блокаду каждая крошка хлеба, это была жизнь. И вообще для меня это было открытие какой-то новой страны. Я помню, мы попали в Элементарь. Он был абсолютно пустой. Народу почти не было. Я помню, какое у меня произвели впечатление на неполувозрелого юношу, мальчика, в зал Кановы, где стоят обнаженные скульптуры. Это было какое-то эротическое наваждение. Поэтому я всячески стыдился скрыть от бабушки свое, так сказать, ощущение все этого дела. Быстро покидал этот зал, потом мы опять возвращались. Это как с моей дочкой, я маленькая, она еще была, Ксюша, я ее повел в музей тетрадку, он с камерой. Ну там есть младенцы вот эти, спиртованные в банках, там взросшиеся какие-то там, такие уроды. Думаю, надо только сделать то, чтобы она это не видела. Как там миновать и все остальное. Вот единственное, зачем она. Идем к банкам. Ну вот, прошли. Опять маршрут, опять на эти банки, опять на банки. Вот, значит, я все равно до Маканове, значит, живу там. Ну вот так, вспоминание такое. Из книги Олега Басилашвили «Неужели это я, Господи?» Вообще-то я твердо убежден, что сесть за мемуары надо, точно уловив момент. Работать уже не можешь, не не хочешь, это я давно с детства не хочу. Именно не можешь, но еще кое-что помнишь. То есть, когда маразм еще не оккупировал полностью твою память. То есть попасть в этот тоненький зазор между бессилием и полным маразмом. Кто угадал, тот выявил молодец. Попал вовремя в точку. И вот когда я приехал в Ленинград уже работать, я был убежден в том, что, в общем, мои возможности ограничены. Потому что студию МХАТ я окончил, ну, на три. Это меня очень и очень томило. Я приехал сюда, знаете, раздал. Вне дома, в чужой город. И вот первая моя роль вообще в жизни – это Гоша Филиппов в пьесе «Кершона. Чудесный сплав». Это был театр Меленинского комсомола, и мне повезло. Судьба мне подарила Игоря Петровича Владимирова, который ставил этот спектакль. Это человек, который влюбился до конца жизни. Остроумнейший, красивый, интеллигентнейший человек. Вот, вы знаете, доходило до того, что когда мне казалось, что он ухаживает за какой-то актрисой, я его ревновал. Почему это он за ней ухаживает, а на меня мало внимания обращает. Вот такая юношеская, знаете, вот желание только, чтобы он со мной вот работал и так далее. А второй спектакль мне опять судьба подарила замечательного режиссера Александра Аркадьевича Белинского. Фафу, Фафу Белинского, который был тогда молод и остроумен, и режиссеру было очень хорошее. Он в поисках радости Розова, где играл Федор, который женат на хищнице Леночки, который должен покинуть этот дом, переезжая в новую квартиру с новой мебелью. Вообще, я очень бы хотел, чтобы сейчас эта пьеса была поставлена. Потому что люди, приобретавшие холодильники, мебель, эти люди считались, ну как сказать, страшнее в рангеле обывательский быть. Скорее голову канарейкам сверните, чтобы коммунизм канарейками не был побит. Да, вот Майковский. Вот мы так придерживались этого лозунга. Для нас купить было холодильник, допустим, ну это какое-то отступление. Сережа Юрский, я помню, мне шепнул, бас, я скурвился вдруг. На сцене. Мы зашли за кулису, я говорю, что случилось? Я холодильник купил. Понимаете, это была трагедия в какой-то степени для Сережи, потому что он, ну, пошел навстречу мещанству какому-то. Разрешите вам вручить сувенир из Швейцарии. Вот в этой ручке восемь цветов. Она весьма удобна для резолюции. Черный цвет отказать, красный в бухгалтерии оплатить, зеленый цвет надежды. И не, товарищ такому-то, рассмотреть. Правда. Спасибо. Очень островно. А это что? А, это мобиль. Мобиль? Это очень модно в Европе. Знаете, оформляют интерьеры подобными вот... Смотри, пожалуйста. Такая иллюзия движения. Это еще американец Колдор подал идею мобиля. Знаете, наш 20-й век. Такой ритм, суматоха. Приходишь на работу. Успокаивает нервы. Вот Саша Белинский и Игорь Владимиров вселили в меня, не желая того, уверенность в том, что я имею право быть актером. И дальше пошло дело. И вы все время в деревне проводите время? Больше в деревне. Конечно. Другое дело, если бы соседство было хорошее. А, или, например, человек, с которым можно было поговорить. Вот. Да, любезный. А. Чтобы это как разшевелило душу. Дало бы, так сказать, паренье. Мертвые души. Там уже я хулиганил. Мне дали брови. А я их наклеил сюда. Как уши. И видишь, какой-то идиотский вид. И мне показалось, что... Что такое манил? Что он просто сладенький такой. Он понимает, что Чичиков, это не просто помещик, который хочет что-то купить. Души там какие-то, или там крепостных. А этот человек приехал неспроста. Как? Реформы какие-то, может быть, в России будут. Вот революция какая-то, понимаете? Ну, позвольте доложить. Не будет ли это предприятие, Ну, чтобы еще, так сказать, более выразиться, негуция? Так вот, не будет ли это негуция несоответствующую гражданским постановлениям и дальнейшим видом России? Это глупость безумная. Но эту глупость я тянул через все роли. С подачи Саши. Это Саша придумывался. Саша Белинский. Я никогда не забуду этого человека и безумно благодарен ему за то, что он был первый, кто сказал мне на репетиции, я не оскорблю вас репетицией. Это замечательно. Он говорил, не надо много работать. Весел на волейбол, весело. У Белинского Александра Аркадьевича сыграл Обломова на телевидении. Это все расшло живьем раньше, никакой записи не было. Все шло на Советский Союз с одной из двух-трех камер. И мы играли этот спектакль, зная, что 250 миллионов населения нас смотрят. И вот, внимание, двухминутные готовы. Приготовиться к записи. Готово. Даю прогонные дубы. Саша, там, сверху, с этой будки. Говорит, приготовились, приготовились. Жена Никиты Сергеевича Хрущева кричит, Никита, Никита, иди скорей. Опять твой любимец после Лашвили на экране. Начали. Ну как тут после этого всерьез? А искусство театральное, оно и веселое искусство. Дальше человек играет Тателла или Гамлета, как Станиславский говорил. Проще, легче, выше, веселее. Веселее эта игра. Какой пасаж! Жизнь моя на власке! Если вы не увенчаете постоянную любовь мою, то я не достоин земного существования. С пламенем в груди! Прошу, руки ваши. Но, 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 подвольте вам заметить, я в некотором роде, я, но замуж. Вы знаете, у меня есть старый альбом моего дедушки, он архитектором рисовал. И там у меня есть один лист, в котором нарисован рассвет, написанный из окна, из дорожного вагона, подъезжающего в город Петербург. Эта дорога для меня, это, так сказать, такое рабочее место. Уважаемые пассажиры, наш поезд прибывает на станцию Акуловка. Стоянка поезда одна минута. Товарищи, наш поезд прибывает в городе. Время стоянки поезда 20 минут. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот если бы вы мне назвали какую-нибудь счастливую станцию, я бы, пожалуй, купил туда билет и укатил бы на всю жизнь. От вас алкашей житья нет. Может, тебе еще стакан дать на счастье? Ой, как надоели. Спасибо, что не ударили. А вообще-то, конечно, это очень трудно, тяжело. Особенно тяжело стало в последнее время, когда приезжаешь в Москву. Вечером мы надеялись спектакли. Раньше я приезжал в Москву к своим родным на покровку. Бабушка, мама, папа. Меня встречали, запах пирожков, пирогов. А-а-а. Вот я какое-то время пил чай, а потом, значит, ехал на Москву. И так длился ноги. Ну, и постепенно из жизни ушла бабушка, потом папа, осталась одна мама. А потом и мама исчезла на тот свет. Ну, вот я смотрю в окно. Вот поля бывшие, которые поросли там ошом, рожью, там еще чем-то, не знаю. Их сейчас нет. Все запустело и покрылось кустами. Дома, вот как были в России, черные эти, избы, покоситшиеся. В принципе, они такие не остались. Вот это наводит на очень грустное размышление. Я долго занимался так называемой, в кавычках, политической деятельностью, хотя я не занимался, но имел какое-то к этому отношение. Вот. Я так до сих пор не понял, что такое с Россией происходит, почему мы никак не можем вырваться из этого водоворота, в который мы каждый раз попадаем. Не понимал. Сначала мы намного изменили страну. Теперь это несколько сжалось, это понятие свободы. Но все-таки оно существует, оно заложено нами, и мы это сделали. Мама говорила, зачем ты трепешь, болтаешь языком? Это хлестоковщина. Что ты хочешь сделать? Просто хочешь показать свою необычайность, да? Вот критикует там все и так далее. Ты артист. Тебе в руки дана драматургия, актерское мастерство, театр, занавес, свет. Ты должен менять внутренность человека. Ты должен влиять на его генотип, на то, что можно лучше, чище. Это твоя работа. А это все остальное болтовление. Ей казалось, что вот что-то в генах откладывается хорошее. И соприкосновение человека с искусством, будь то театром, музыкой. Думаю, что да. Наверное, ответки откладываются. Я, может, покажусь глупцом и идеалистом, но театр может сделать человека лучше. Все зависит от человека, от актера, от режиссера, от всех создающих спектаклей. Это зависит от их ума, чести и совести. Я видел «Синюю птицу» в художественном театре в 1941 году, до начала войны. Я до сих пор не могу ее забыть. И как только начинается этот марш «Синюю птицу», у меня уступают слезы. И Мишка Казаков, который пришел до юбилей в студию художественного театра, варм с литрами, небритый, подчеркивает, так сказать, свое это все, независимость перед всеми. Сидел со мной рядом. И говорит, а это все надоело. И когда пошел Боб Слей, кино, показывающий наших педагогов, и звучал марш из «Синей птицы», он наклонился, говорит, «Старик, я плачу». Лучше становятся люди. Но только тогда, когда режиссеры и актеры не занимаются обозначением чего-то, а когда они пытаются проникнуть вглубь человеческой души. Из книги Олега Басилашвили «Сейчас мне 80 лет. Стало быть, 74 года тому назад моя мама привела меня за руку в художественный театр. А я все помню в подробностях. Прошли годы, и вот сидим мы полукругом перед нашими педагогами, пьяные от сознания того, что мы мхатовцы, на груди каждого эмблемы с белоснежной чайкой. Нам говорят правильные слова о Станиславском, о предназначении актера, об этике мхатовской. И дальнейшую свою жизнь я вижу яркой, интересной. Вот раздвигается занавес с чайкой и завиточками, а я на сцене мхата. Аплодисменты, скромный поклон. Уровень какой. Валерий Масальский, замечательный артист и педагог нашего курса, Борис Ильич Вершилов. А кто у нас выступал в студии в художественном театре? У нас каждый месяц приглашали какую-то личность. Выступал Веркинский, который приехал без Брохеса, а просто читал нам лекцию и говорил, что мы разучились говорить на русском языке, пользоваться этим языком, потому что можно передать через звучание природу предмета. Ну, например, вот мы говорим «стакан». Мы сразу видим граненый, потный, грязный стакан. А если сказать «стакан», как он так произносил, чувствуется «бакара». Вот это он нам все тут. Ну и многие-многие-многие. Частым очень гостем был в студии художественного театра Дмитрий Николаевич Журавлев. Великий мастер художественного слова. Он так читал божественно. Пиковую даму. Ой, я никогда не забуду, как он это читал, как страшно было. Вот этот человек умел подать пушкинское слово и рассказывал тебе. И волосы дымом вставали, когда появлялась графиня в конце. Вот все эти люди, потомки Станиславского, носители московской элитной культуры. Все это производило у меня какое-то впечатление, как будто я попал из сегодняшнего дня куда-то совсем в другой мир. И ярким представителем этого мира был Виталий Яковлевич Виленкин. Ну, начали я не знал, а потом-то я понял, что он был секретарем у Владимира Ивановича Данченко, потом был у Василия Ивановича Качалова, он работал. Ну, он читал историю МХА. И когда Виталий Яковлевич на последнем курсе мне рассказал о том, что он ходил Михаил Фанасьевичу Булгакову, и кто такой был Булгаков, мне открылись глаза, я этого не знал. Что он так-то сидел в квартире у Булгакова, и тот несколько дней подряд читал «Мастер и Мангарит». И когда он закончил чтение, он спросил, как вам кажется, гостей он спросил, кто же главный персонаж в этом произведении. На что Качалова, Булгаковича сказал, ну, естественно, мастер, мастер. А Виталий Яковлевич был тогда еще молодым, совсем мальчиком. Он сказал, а мне кажется, Волода. Ну, вот вы абсолютно правы. Вот это вот он мне рассказывал. В этом романе есть нечто такое, что противоречит общепринятому в Советском Союзе миропониманию. Булгаков этой во всей истории говорит, да, есть флаж, есть НКВД, есть ЦК КПСС, все это есть, и все этого безумно боятся. Ребята, не бойтесь этого. Есть нечто, что руководить всем. Булгаков не писал дьявола и не писал Иисуса Христа. Он прекрасно понимал, что описать Иисуса как живого невозможно, он не имеет права. Это фантазия на эту тему. Хотя у Булгакова там все перемешано, это очень сложно. Вы историк. Я историк. сегодня на патриарших будет интересная история. Имейте в виду, что Христос существовал. Виталий Яковлевич Вильямкин, он нам говорил, вы ленивые и нелюбопытные. Вы должны знать все, что происходит вокруг. Вышел новый фильм, вы обязаны его смотреть. Вышла новая книга, обязаны про те. Артист, это как губка должен все в себя спитывать. И когда Виталий Яковлевич совершенно неожиданно пришел ко мне на юбилей, вовремя, какое-то было счастье. А мы же после студии, МХАТ долгое время переписали. Олежек, дорогой, меня послала тебя поздравить в твоя Алма-Матер. Старшие поколения помнят, как ты играл в Норе Торвальда и как ты тут же мог легко перейти на Водевиль-Лабиша. И все понимали, что в этом бутоне таится что-то такое, что расцветет необычайно. И так и случилось. Если бы вы знали, какой бы подарок мне сделали сегодня, тем, что приехали. АПЛОДИСМЕНТЫ Такие люди любки, очень любки. Он был МХАТыч, настоящий член Московского художественного театра. Вот. Вот он нес в себе эту культуру внутреннюю, знаете, которая, видимо, переходила от человека к человеку, а шла она. Это от Пушкина к Льву Толстому, от Льва Толстого, или к Саниславскому. Вот она создала вот этот МХАТ. Поэтому мне безумно захотелось быть там. И артистом я никогда не хотел быть. Вот там быть, туда попасть, вот туда. И я попал в результате. Ну, как выяснилось, я ошибался. Но я попал не в художественное. Я мечтал в художественное попасть, но меня туда не взяли. И, может быть, это судьба. Потому что я попал в руки Горьцанча персонала. И это, конечно, определило мою жизнь до конца. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Давайте выпьем, Андрюша. А ты? Ну, договорит мне дружба. У меня связывают Сережа Горьцкая. Мы одновременно пришли в театр. Но он пришел уже к готовым артистам. А я еще не умеющий, жесткий человек. Режка, Сережка. Актерская дружба в театре редко, но бывает. Вот после премьера я иду по коридору, на мне навстречу идет артист. И он не поздравляет, но говорит, здравствуй, и уходит. Значит, я вот так сыграл. Если бы поздравляю, ну, значит, я сыграл плохо. Я философ, Изов. Не говори, должен смеяться надо мной. Женщины вообще терпеть не могут философов. Ну, что поделать, такова природа оперов. О друзьях, товарищах, о времени и о себе. Фильм второй. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова